Кто же были эти люди? Как они все попали жить в Гремиху? Ирина Георгиевна Шумская, заведующая управлением социальной защиты администрации города, и по служебному долгу, и как заботливый и душевный человек, много общается с пожилыми людьми. Вот что она говорит. Привезли примерно так. Молодых девчонок в 1936-1937-1938 году собирали по деревням. Значит, обманным путем, по-другому и не сказать. Обещали им золотые горы. Сказали, поработай сейчас на эти заготовки, потом разрешим уехать из деревни в другой город какой-нибудь. Там, на работу устроиться или еще как-то. Ну, они соглашались. То есть их ставили такие условия, что они были вынуждены соглашаться. Не согласятся, посадят. Поэтому были вынуждены отдать свои паспорта. Их привезли в город Архангельск, погрузили всех их на баржу. И привезли в Гремиху, о которой они даже слыхом не слышали, не подозревая, что здесь вообще тундра, никакого леса-то и нет. Никаких леса-заготовок быть не может. Привезли сюда, выгрузили. С чем это было связано, они до сих пор не знают. Ведь они все почти малограмотные образования, у них никакого нет. Они объяснить этого не могут. Сказали, что-то какое-то беззаконие было. Привезли нас всех, и паспорта уже стали отдавать только после войны где-то. На площади огромный котлован был, сейчас школа 281, был в город огромный котлован, залитый соляркой. Вокруг этого котлована, значит, рыли землянки, жили в этих землянках, причем жили и зимой. И ну пока домики какие-то не смогли здесь сколотить, домов-то никаких не было. Ну и работа, а какая работа? Вот кто-то смел в деревню пристроиться, в Йоконьской, а кто-то вот здесь вот помогал, значит, базу. Тут ведь была морская база и до войны небольшая. Вот эту базу помогали здесь организовывать. Что Саамы, они жили у нас здесь, работали на Йоконьке, у них был свой колхоз организован. Сначала колхоз назывался Искра, потом Прогресс, потом мы переименовываем колхоз Йоконька. И вот саамские национальности люди, они жили в этом колхозе, работали, пока колхоз не расформировали. Занимались вот рыбным промыслом, охотились. Ну а потом те, которые уехали в Ловозверо, все уехали в Ловозверо, продолжали тот же самый, ту же самую жизнь, а остальные вот уехали, остались здесь, устроились на другую работу. С 61-го года здесь уже колхоза больше не было.